Вьетнам Город Нучанг И сегодня, друзья, я хочу вам рассказать О вьетнамских деликатесах в еде Не знаю, слышали ли вы или нет Насколько экзотическая здесь вьетнамская кухня И вообще азиатская кухня для нас, конечно Является непонятной, экзотической Что там говорить Но я сегодня не буду вам рассказывать уже Снова про вот этих вот сушеных кузнечиков Сушеных тараканов И всяких разных личинок Это уже факт для всех давно известный А вот как вы думаете Что еще такое во Вьетнаме Считается деликатесом Что, в общем-то, нас, непосвященных В эту историю Может привести просто в шок И если я у вас, к примеру, спрошу А что еще, кроме сушеных кузнечиков Вы знаете Из деликатесов, которые обожают Здесь в Азии кушать И то, что шокирует европейцев Ну, вы на меня скажете Может быть, еще крокодил Может быть, акулу назовет кто-то Или змей Но это все уже тоже давно известно А вот сегодня, друзья Я боюсь, что я расскажу вам Такие подробности В вьетнамских деликатесах О которых, в общем-то, вы, наверное, Не знали и не подозревали И сразу хочу предупредить Что если вы смотрите мое видео И, как обычно, завтракаете Или обедаете То лучше вам тогда повременить Покушать сначала А уж потом начинать смотреть это видео Потому что, уверяю вас Что многих оно может шокировать Итак, друзья, усаживайтесь поудобнее И давайте начнем Первый вьетнамский деликатес Это суп из свежей крови Вот, несмотря на то, что он так страшно выглядит Но, вы знаете, наверное, вы слышали Что во многих кухнях мировых Используется свежая кровь животных Также она используется даже у нас Вот, знаете, что кровяная колбаса Очень популярная Ну, вот, во Вьетнаме Если вы захотите Заказать себе вот такой вот кровяной суп Именно из свежей крови Вы должны заранее предупредить И вы приходите Там убивается для этого супа Скорее всего Или курица Или утка И суп этот Приправляется Вот, кусочками печени Или даже кусочками Той же самой крови Только уже вареной И так же Какими-то орешками Вот здесь она выглядит Уже не так страшно Но, вы знаете, говорят, что Надо быть очень аккуратными Потому что свежая кровь И применение ее в пищу До конца не изучено И говорят, что можно даже Заразиться через нее И гепатитом И даже спидом И, в общем-то, неизвестная история С этим Ну, не знаю, захотите ли вы Попробовать Вот такой вот кровяной супчик Устрашающий, выглядящий Я, конечно же, нет Не захочу Вот, вы знаете, интересно то Что иногда, когда заказываешь Обычный вот этот суп Тофу Вьетнамский То здесь я вот смотрю Там у меня какие-то были кусочки Вот их здесь видно сверху Я думала, что это какая-то печень Или что-то Мне сказали, что это та же самая Вареная кровь Так что лучше сразу уточнять Что именно вам подали Второй деликатес Наверное, вы тоже слышали о нем И знаете Называется болют Или зародыш яйца Яйца любого куриного, утиного, перепелиного Ну и любой, в общем-то, птицы Традиционно считается, что это Именно мужская еда Так как этому зародышу Приписывается свойство Афродизиака И якобы он воздействует На потенцию Особенно подчеркивается Свойство околоплодного сока Который сохраняется В качественном валюте Говорят, что по вкусу Этот зародыш напоминает Печень трески Или обычной Куриной печени Вкус имеет И говорят, что чаще всего Используют Именно утиные яйца С зародышем Которые отвариваются И потом подаются Вот в таком отварном виде Нам рассказывал Обо всех этих деликатесах Вьетнамский гид И он, конечно, приукрашал Это все Страшными подробностями Что бывает Передерживают зародыша И у него уже формируются Когти И твердый клюв Помимо хребта И вот надо быть Очень аккуратными Что некоторые Даже себе Этими когтями Повреждали пищевод И еще говорят Что обычно Подают эти яйца Болют Вечером В светлое время Днем Или утром Никто эти яйца не ест Уж почему такое Я не знаю Может быть, конечно Очень страшно выглядит Этот зародыш И смотреть на него Неприятно Но мне кажется Ни утром Ни вечером Я бы не рискнула Пробовать Хотя я знаю Что многие пробовали Вот это вот Яйцо с зародышем Болют Третий Вьетнамский деликатес Ничуть не хуже Первых двух Я думаю И это Крыса Да-да-да Именно крыса Только Крысу, конечно же Вьетнамцы Употребляют В пищу Специально Выращенную Специально Откормленную Эти крысы У них Так же Как возможно У нас кролики В клетках Выращиваются Их кормят Зерном Хлебом Их кормят Даже сыром Говорят Чтобы мясо Было Особенно нежное И вы знаете Еще Говорят Что На свадьбах На вьетнамских Когда хотят Показать Что Очень высокий Уровень жизни И зажиточная Семья Выдает Замуж Своих детей То там Обязательно Вам подадут Вот такую Вот Крысу Это считается Очень дорогая Очень вкусная И престижная Еда И все Вьетнамцы С удовольствием Отведают Этот деликатес Все будут довольны Что им Удалось попробовать Такое Изысканное Блюдо Ну и Надо тут Добавить Что Вот такие Вот крысы Стоят Довольно Дорого И даже Не всем Вьетнамцам По карману Если я Вас еще Не до конца Шокировала Друзья И вы Не все Убежали Еще с моего Канала То я Продолжу И Четвертым У нас В списке Вьетнамских Деликатесов Оказалась Летучая Мышь Вот такая Вот красотка Летучих Мышей В отличии От крыс Не разводят Специально Их Вылавливают В пещерах Во Вьетнаме Потом Их Чистят Убирают У них Вот эти Вот крылья И когти И потом Варят Приготавливают Из них Супчики Вот такую Вот красавицу Принесут Вам Во вьетнамском Ресторане И пожалуйста Как говорится Кушайте Не обляпайтесь Уж не знаю Что по вкусу Напоминает Мясо Летучей мыши Но если хотите Вы можете Попробовать Сами Пятым В нашем списке Будет Традиционный Рыбный Соус Под названием Нык Мам Вьетнамский Соус Из Тухлой Рыбы Готовится Он Очень Просто Это Мелкая Рыбешка Селедка Или Анчоусы Помещается Вот в такую Вот огромную Емкость Бочку Пересыпается Солью И Хранится Вот в таких Вот емкостях От месяца И Даже до Трех лет Чем дольше Как говорится Перегнивает Эта рыба Тем Более Насыщенный И более Дорогой Получается Рыбный Соус Вы знаете Что этот Рыбный Соус Делали Еще В Древнем Риме В Азии Этот соус Очень распространен И как Во Вьетнаме Так и В Таиланде Вы можете Увидеть На любом Столе В ресторане Или в кафе Вот такие Вот бутылочки Называется Рыбный Соус Это Именно То О чем Я и Говорю Соус Из тухлой Рыбы Он обычно Имеет Вот такой Темно-коричневый Цвет И бывает Он Разной Консистенции Бывает Совсем Жидкий Как вода А бывает Такой Знаете Насыщенный Густой Типа Кетчупа Кстати Эта история С употреблением В еду Тухлой Рыбы Она Наверное Вам тоже Известна И очень Распространена По крайней мере Когда я жила В Архангельске То По морю И В Пинежском районе И в Мизенском И в Лешуконии Угощали меня Такой Семгой Которая Называлась Семга С душком Они специально Солили Семгу И потом Ее Помещали В стеклянную Банку Ставили На солнышко Чтобы она Задохнулась И Эта Семга Приобретала Очень Специфический Небольшой Такой Душок Я пробовала И мне Очень Нравилось И когда Уже Нормальную Семгу Ешь То даже Иногда Не хватает Вот такого Пинежского Засола С душком В Швеции Тоже Готовят Такую Рыбу С душком И называется Она Сюрх Стреминг Если я правильно Произношу Тоже возможно Многие Слышали Видели И даже Пробовали Под номером Шесть Из вьетнамских Деликатесов Я хочу Сказать вам О жареном Щитнике Это Клоп Вонючка Травяной Клоп Щитник Который Наверное Все знают Часто На малине Когда Вы кушаете Ягодки То Случайно Попадается Вот этот Клоп Щитник И от него Уже Ни руки Не отмыть И вот Эта вонь Невозможная Неприятная Довольно Таки А вот Во Вьетнаме И считается Опять же Деликатес Изысканное Блюдо И эти Клопы Щитники Употребляются Употребляются Запах Во Вьетнаме Истребляет И поедает Все Все Во Вьетнаме Я показывают Я показывала И дальше И дальше Шведский стол Как мне Объяснили Можно брать Все Что здесь Есть Салаты Салаты Вьетнамских Ну В основном Конечно Люди Приходят Большими Компаниями Сегодня У нас Суббота И при том Это у них Уже Предпраздничные Здесь Вечера Завтра Выходной Тоже Будет Все Занято Еще раз Я показываю Что тут Из морепродуктов Ну Знаете Конечно Выбор Намного Меньше Чем В Таиланде Вот это Ойстер С знаменитым Очень Даже Прилично И хорошо Мне понравилось А вам Ну и Напоследок Я хочу Перевести На нормальную Валюту То есть 250 тысяч Вьетнамских Донгов Это будет Порядка Одиннадцати Долларов С человека Вот так Вьетнамских Ресторанах Подают Кофе Вот он Ресторан Ну и Смотрите Вот здесь Они мне Подали Кипяток Видите Вот здесь Они мне Подали Кофе Вот видите И внизу Чашку Я понять Не могу И еще К этому Всему Подают Холодную Воду Со льдом Я Честно Сказать Еще Так Не пробовала Сейчас Посмотрю Что Тут И Где Тут Вот видите Там уже Кофе Есть То есть Я Может быть Должна Еще Долить Наверное Сюда Или Что Я Должна Сделать Я Просто Ума Не Приложу Ну Вот Наверное Вот так Слушайте Все Горячее И Вообще Мне Непонятно Трудно Быть Бестолковым Конечно Конечно